Доброе утро, страна! Здравствуйте! Сегодня говорим о животных и не могли, конечно, не позвать в гости одного из наших младших братьев. В гостях у нас Татьяна Сафонова и ее верный помощник. Друг, здравствуйте, Татьяна. Присаживайтесь на диван. Доброе утро! Здравствуйте! Привет, Юпитер! Опа, садись. Мы уже успели познакомиться с вашей собакой. Это немецкая овчарка. Да. Сколько лет она у вас уже живет? Ой, живет она у меня... Ему вообще три года, а живет он у меня два года. Два года. Да, так получилось, что хозяева отказались от него, и я забрала его себе. Он был у меня до этого на дрессировке, потом... Ну, любовь случилась, и мы... И вы нашли друг друга. Стали вместе, да. Это самое главное. Скажите, Татьяна, а вот все-таки не страшно было брать собаку уже годовалую? Ну, мне-то не страшно. Я кинолог, дрессировщик, и собака, она у меня с детства занимается, то есть с трех месяцев мы с ним уже контакт находим, поэтому его именно было не страшно брать. Возможно, если бы была другая собака, конечно, я бы еще подумала. Но он тоже достаточно сложный такой и серьезный кобель, непростой. То есть это не игрушка такая просто. У него очень сложный характер, жесткий. Расскажите, пожалуйста, про свою профессию. Кинолог. Обязательно брать нужно овчарку, потому что она лучше поддается дрессировке? Или можно ее и другую собаку? Не обязательно у кинолога должна быть прям овчарка или бельгийская овчарка, малинуа, как обычно все думают. У меня, например, в квартире живет немец, но я не думала никогда, что я себе овчарку возьму. У меня к ним ровное такое отношение достаточно. У меня мопс вообще дома. И как бы я думала, что я на мопсах остановлюсь. Потом вот появился Юпитер, потом недавно появилась Хаски Сибирская. Приехал к нам с Рязани щенок. Так что у нас дома зоопарк, можно сказать. А они между собой ладят? Ну, конечно, ладят. И выстроены отношения такие, что каждый знает свое место дома, каждый знает иерархию свою. Территория там маленькая, квартира есть квартира, они все равно друг с другом постоянно контактируют. Поэтому сказать, что там особое место у кого-то. Ну, естественно, у каждого своя подстилка, свой домик, но они все вместе. Это стая. Но по голове, скорее всего, стоит мопс, потому что он был раньше. Ей 9 лет, и она мопсы, это тоже мастифы, поэтому она мадам с характером такая. Ну, то есть, она у нас принцесса. Ну, вот хорошо, про характеры. У каждой собаки свой характер, и как они между собой ладят? Ну, ладно, еще они ладят. А бывает такое, что обижаются, потому что не хватает внимания? Ну, это, наверное, больше касается сук, потому что все-таки девочки из девочки, и считают себя принцессами. Конечно, они, да, они обижаются чаще. Но вот касаемо хаски, у них тоже такой момент присутствует. У овчарок, особенно у кобелей, такого как-то я не наблюдала. Девочки очень, и они очень ревнивые. То есть, они могут и подраться за внимание моё, если про дрессировку говорить. Вплоть до того, что меня кусали, любовь такая. Ну, когда их начинаешь отдирать друг от дружки, да, и в запале кусали. Ну, это самые любимые шрамы у меня такие. А вот собака действительно такая большая, когда вы гуливаете всех вместе, или есть какое-то расписание? Нет, мы гуляемся вместе. Единственное, у нас хаски, лис, его зовут вообще Бушерон, но мы называем его лис, потому что он и похож на лиса, и по характеру он такой хитрый очень. Я занимаюсь дрессировкой и ринговыми занятиями с хасками и в питомнике. И я его часто там оставляю, потому что все-таки там стая побольше, там хаски, и они чувствуют себя как-то удобнее, увереннее друг с дружкой. Вот, так что он сейчас там как раз находится. Ну, в следующий раз, если вы нас еще раз пригласите, мы придем уже в большой хосячьей стае. Обязательно. Вот, а так мы выгуливаемся все вместе. Единственное, конечно, когда идешь одна, тяжеловато, потому что мопс очень флегматичный, она очень спокойная. А этот, например, очень сильно тянет, так же, как и хаски, то есть по темпераменту они такие более взрывные. А вот вопрос, Татьяна, вот скажите, пожалуйста, если человек хочет завести собаку, вот какую породу вы посоветуете выбрать? Ой, ну, во-первых, это зависит от характера человека, от его темперамента, от того, какой он образ жизни ведет. И, естественно, живет он в квартире, в своем доме, это очень такой важный критерий, потому что, например, многие заводят, сейчас очень модно заводить дома хаски в квартире. Не многие справляются, потому что хаски это все-таки издавая собака, и очень много энергии нужно ей затрачивать. А выхода энергии, ну, вот в четырех стенах все-таки не находят. И если выгуливает очень мало собак, она начинает дома все крушить, ломать и шкодить. Значит, любая собака, неважно, там, для примера уже хаски. Если вы спокойны, если вы живете в квартире, если вы не хотите большую собачку, то даже не стоит брать, я считаю, там, йорков, то и терьеров. Это все-таки терьеры, и они достаточно такие темпераментные тоже, и им тоже нужно какую-то нагрузку давать. Хоть кажется, что собачка маленькая, ей ничего не нужно. Я все-таки в этом плане за мопсов всегда, потому что они всегда ладят хорошо с детьми, они не агрессивны, они очень, если подстраиваются под хозяина, если он активный, то он активный образ жизни ведет. Если хозяин, там, пенсионеры спокойный, то, конечно, более спокойный образ жизни. Если человек очень активный, он за себя уверен, то, конечно, можно взять овчарку любую. Но, опять же, нужно смотреть по темпераменту собаки, когда выбираете в любой породе, то есть под себя, или очень активную, или такого среднего темперамента, умеренного. Все зависит от самого человека. Ну и, конечно, нужно свои силы всегда взвешивать, потому что собака, это, ну... Это ответственность. Да, это еще один ребенок в семье, это очень большие траты всегда. Да, в первую очередь, если вы берете собаку служебную, это и дрессировка, вы вкладываете не только деньги, это время. Очень много времени всегда занимает с любой породой, я считаю. Если вы берете особенно большие породы, ими нужно уметь управлять, то есть надо рассчитывать свои силы. Ну, а как ваши домашние относятся к тому, что у вас такие вот замечательные собаки, соседи? Не боятся? Ну, первое время, да, когда, ну, как бы, мопс такой у нас, ну, мопс есть, мопс маленький, рыхленький, да. А вот когда появился Юпитер, конечно, первое время соседи были на стороже. Очень этому дети способствуют, потому что дети все-таки, они к собакам относятся более с открытой душой, да. И если родители не настраивают, там, ой, собака укусит, не подходи, то они могут подбежать, обнять, погладить. Потом уже родители более, скажем так, спокойно к этому относятся. То есть они видят, что собака адекватна к детям. Бывали случаи, конечно, конфликтов каких-то, но это так, единичные случаи. Потому что все-таки, все зависит от того, как поведет себя собака, как ты ее воспитаешь. Потому что даже любую, даже маленькую собачку можно сделать неадекватной в плане не воспитанности, не... Боевой, чтобы она выучила боевые команды на каком-нибудь, я даже не знаю, на том же самом немецком языке. А вот, кстати, о командах. Скажите, пожалуйста, она слушается только вас? Нет, вообще, конечно, когда приходят хозяева, многие, они говорят, что я хочу, чтобы только меня собака слушалась. Это такое мнение, немножко неправильное. Если собака появляется в семье, она должна уметь слушать и слушаться каждого члена семьи. Ну и, соответственно, я свою собаку приучала, чтобы она, в принципе, команды... То есть если вы сейчас возьмете его, он, в принципе, может выполнить какие-то команды основные. Ну, как бы вы человек чужой, может, не с первого раза, он со второй, третьей команды, возможно, выполнит, возможно, сразу выполнит. То есть он привыкший к этому. Потому что, когда я работаю с собаками, там приходят люди с детьми, и пока мы работаем, например, с их собакой, Дети могут поиграть с Юпиком, и они ради этого готовы на все сделать уроки, пропустить учебу, все-все-все-все-все, Лишь бы поехать к Юпитеру, и мы этому очень рады. И я считаю, что он очень адекватно к этому относится. Я за то, чтобы собака все-таки в городских условиях была абсолютно социально адаптирована. Ну, мне кажется, что Юпитер социально адаптирован, это раз, мы это видим. А во-вторых, он хорошо натренирован, потому что все-таки мастер своего дела, занимался его воспитанием. Мне кажется, что если вы продемонстрируете нам несколько таких базовых команд, приемов, мы были бы очень рады. Ну, мы постараемся сейчас показать. Конечно, я не могу сказать, что мы давно не занимались, но мы будем стараться что-то показать. Ставишь? Ну, это, конечно, общий курс дрессировки, который должен быть вложен в каждую собаку. Тише! Нет! Сидеть! И собака вообще слушается на расстоянии 20 метров спокойно, без поводочка, без приспособлений, да, основных каких-то лежать. И слушаться должна, конечно, и на жест, и на голос. Может, отдельно на голос или отдельно на жест. Стоять! Хорошо! Нет? Не волнуйся! Ну и, конечно, какие-то цирковые трюки, но это у нас так больше для разминки, скажем. Иди сюда! Если сейчас сделать, сидеть? Хорошо! Змейка! Змейка! Молодец! Быстрей! Змейка! Хорошо! Молодец! Да! Умничка! Иди ко мне! Хорошо! Да! Команда, место, апорт. Апорт сейчас он не сделает, потому что у него здесь его... Скользко! Да, скользко! Да, молодец! Хорошо! Если хотите, можете тоже попробовать дать команду. Давайте! Дерзнете? Попытаемся! Хорошо! Давай я уже возьму твой планшет. Команда, сидеть! Эть! Эть! Юпитер! Сейчас я его посажу. Сидеть! Да, и можно дать ему прям команду сразу лежать. Лежать? Нет, лежать вниз. Вот так? Да, вниз, прям к земле. От плеча к земле. Юпитер, лежать! Юпитер, лежать! Ой, ты умничка! Ну, мне кажется, что из меня кинолог тоже получился бы. Конечно, можно еще сразу команду сидеть дать от плеча вверх. Что эта команда означает? Команда сидеть! Сидеть! Ну, я так и не разобрался, кого из нас слушает Юпитер, но все равно мне кажется... Ну, можно еще раз попробовать без меня команду лежать еще разочек. Вы не напомните? От плеча вниз. От плеча вниз. Юпитер! Юпитер! И обязательно голосом, потому что... Сидеть! Нет, мы лежать даем команду. Ну, вот теперь однозначно у меня получилось. Я напомню всем, что у нас в гостях была Татьяна Сафонова и Юпитер. Вам спасибо большое за то, что проснулись, за то, что пришли и показали нам, каким образом... Вот все-таки можно делать этот мир лучше и прекраснее за счет наших братьев Миши. Все, спасибо вам, что пригласили. Надеемся, что вы нас пригласите еще не раз. Да, мы надеемся на то, что вы еще не раз будете появляться в нашей студии. Ну и обращаемся ко всем нашим телезрителям. Утро лайв на телеканале МТС продолжается, поэтому никуда не переключайтесь.